В Карельской столице ожидается наплыв учителей физкультуры и специалистов по здоровому образу жизни. В ближайшие три дня здесь будет проходить международный конгресс педагогов и соберет участников из многих уголков России и даже зарубежья. Лучшие учителя не только расскажут, но и покажут, что можно предложить для современных уроков физкультуры. Мероприятие пройдет Петрозаводский в седьмой раз, но зимой впервые. А потому в программу включили и обсуждение таких видов спорта, как лыжную подготовку, коньки и хоккей. Скучное слово «конгресс» с мероприятием в Петрозаводске не очень вяжется. 270 участников не будут только сидеть за столами три дня. Под девизом «Здоровье в школы» на разных площадках пройдут мастер-классы и даже вполне экзотичные. Например, по фризби, чирлидингу, зумби и рубскиппингу. Классические виды спорта, конечно, никто не отменял. Один из самых интересных по баскетболу, потому что со звездой. Традиционно его проведет Евгений Гомельский. Приглашаю вас как раз в спортивном центре «Классика» посмотреть на его мастер-класс. Он с большим энтузиазмом всегда его проводит. Ребята внимательно слушают и учитель физкультуры получает неоценимый опыт в этом плане. Основная идея Конгресса – сделать уроки физкультуры более качественными и интересными. И не только для детей, но и для самих педагогов. А потому сначала они должны друг другу рассказать, как обычный урок, например, на лыжах, сделать в удовольствие. Вот с этим и справится практическая часть международного мероприятия. В Республике Карелия среди педагогов накоплен очень большой опыт по проведению очень таких интерактивных уроков физкультуры. Действительно мастер-классов с удовольствием примем учителей физической культуры из других регионов и даже из зарубежья. Педагоги обменяются мнениями, обменяются опытом, что очень важно. Потому что все время надо двигаться вперед и быть интересным и детям в первую очередь. Опыт и знания, полученные за три дня в карельской столице, педагоги повезут в свои школы. В России, Финляндии, Молдовы и Китае. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, Сампо ТВ, 360.